Добрый день, коллеги! В студии диалоги о ритейле мы сейчас поговорим о ЕГАИС, маркировке и государственных инициативах по отслеживанию товара. И у нас в гостях Анатолий Штык, руководитель направления 1С департамента IT компании Simple, и Евгений Алиев, технический директор Clivensoft. Что ж, теперь поинтересуемся мнением о маркировке и прочих инициативах, которые мы обсуждаем, у компании, которой это коснулось, наверное, в первую очередь и почти больше всех, компанию Simple. Анатолий, как, если вернуться немножко назад, как вообще воспринималась идея с ЕГАИС, как это все внедрялось и есть ли уже какие-то результаты и понимание, насколько это было нужно и что это дало? Любая новая инициатива встречается двояко на рынке, сами понимаете, то есть любое зажимание, затягивание поясов, так называемое, от стран государства сначала вызывает негативную реакцию бизнеса. В принципе, сейчас уже по прошествии нескольких лет мы понимаем, что внедрение системы ЕГАИС, в принципе, сказалось и на наших бизнес-процессах, причем положительно, потому что мы получили дополнительный контроль, причем не только внутренний, но и внешний. Соответственно, все бизнес-процессы были переработаны под условия, под требования государства, поэтому сейчас у нас, в принципе, кроме положительной оценки данного действия, как бы, другой реакции нет. Ну, исходя из наших, так сказать, уже требования внутренних бизнес-процессов, мы реализовали часть проектов по автоматизации именно помарочного учета, индивидуального учета каждой единицы алкоголя, чем этим самым предвосхитили то, что есть тенденцию, которая сейчас идет в государство по внедрению помарочного учета для сетей, и оптовиков-импортеров. Непосредственно сейчас уже именно в розничном подразделении компании Simple уже помарочный учет внедрен, активно используется, оценка его от бизнеса, в принципе, тоже положительно, потому что мы исключили человеческий фактор при продаже, списание алкоголя непосредственно, самое, так сказать, проверяемое действие RARM, поэтому, как бы, в общем, один плюс, я могу сказать, честно, от внедрения помарочного учета, потому что сейчас были, также были инциденты с персоналом, которые у нас, именно благодаря помарочному учету, были расследованы и урегулированы, то есть мы получаем полностью контроль списания продукции, полностью контроль продажи, без махинации персонала, скажем так. Здорово, а как, на ваш взгляд, встретят эту, ну, по поводу помарочного учета, как это встретит рынок, сами сети, насколько тут могут какие-то проблемы возникнуть? Вы знаете, разная информация поступает от разных партнеров, и наши в том числе, то есть некоторые относятся негативно, особенно, ну, некоторые положительно, есть информация, что сети, это была инициатива непосредственно сетей и ряда крупных компаний, оптовые компании, скажем, к этому относятся очень скептически, потому что, сами понимаете, объемы проводимой работы при начальной обработке, то есть они вырастают в разы. Сейчас нашей компании, подразделениями, связанные с импортом и оптовой продажи алкоголя, ведется ряд работ по оптимизации этого учет, то есть будет полностью автоматизирован процесс при приемке, при перемещении товара, при отгрузке в сети и плюс по передаче, соответственно. Сейчас мы только, конечно, можем догадываться, но мы как бы готовим нашу систему к этому, потому что сейчас точной информации, к сожалению, от EGAIS полной нет, она только должна быть разработана, и пилотный проект должен запуститься с 1 января, насколько я знаю, уже законодательно закреплены сроки, по-моему, 1 июля 2018 года, возможно, будут перенесены. То есть вот идеальный рынок, который там наступит через год, через два, каким вы увидите, что вот эти все изменения, все эти вновшества дадут игрокам? Ну, в первую очередь они дадут, скорее всего, больше государству и потребителям, потому что именно потребитель будет понимать, что он купил в магазине и сможет проследить его судьбу этого товара от производителя до магазина, потому что всю цепочку логистики он, грубо говоря, может проследить, он будет понимать, что это, так скажем так, в кавычках, не паленый алкоголь, который будет точно понять, что он купил качественный продукт за разумные деньги. Это же важно. Это важно, мы не спорим. Мы к этому идем, как бы мы являемся одним из крупнейших посвящихов алкоголя в России, поэтому для нас важно, чтобы все теневые схемы в том числе закрывались, скажем так, потому что у нас будет спрос на нашу продукцию качественную и расти. Анатолий, мы сегодня также обсуждали, что все вот эти вновшества, они меняют и отрасль, и бизнес каждого игрока, в том числе делают лучше и эффективнее. Изменилась ли как-то ваша производительность с внедрением всех этих новых решений, с маркировкой, может удалось какие-то процессы пересмотреть и улучшить? Да, благодаря полученным данным из EGOIS мы смогли автоматизировать такую важную отрасль, роль в поступлении товара в нашу компанию, особенно в розничную сеть, если это касается. При помощи компании Cleverence мы разработали решение, которое позволяет нам на основании акцизной марки получать данные о непосредственном товаре в нашей системе. Таким образом мы смогли реализовать не только мобильную приемку, но и мобильную маркировку товара. Тем самым по производительности самой приемки она выросла примерно в три раза. То есть сейчас у нас идет активное внедрение этого пилота на всей сети. Я думаю, что мы еще не оптимизировали сами процессы, мы сейчас хотим еще внедрить и сканировать несколькими отмена сбора данных одной накладной. Соответственно, тоже закупаем активное оборудование по мобильной маркировке, мобильные принтеры. То есть я думаю, что в принципе мы доведем эту цифру до 1 к 5, 1 к 6 по сравнению со старой схемой приемки. Ну это огромная экономия и времени, и денег. В первую очередь персонала, потому что у нас персонал в винотеках довольно востребован на рынке, он хорошо обучен в вине, и как бы отвлекать грамотного ковиста от непосредственно его работы мы не можем. Для нас именно цель поставлена, чтобы персонал магазина занимался именно продажами, а не рутиной. Евгений, мой первый вопрос, как всегда, про тренды. Какие вы видите сегодня тренды технологического развития в области оптимизации, повышения производительности у сетей, где вы видите для себя основные векторы развития в будущем, и на что ваша компания делает ставку? Если говорить вообще о трендах, в принципе, которые сейчас есть в ритейле, в сетевом ритейле, то во многом эти тренды, они создаются нашим государством. То есть в государстве на уровне законодательства, на уровне правительства идет серьезная очень работа по, скажем так, легализации, по улучшению контролируемости ритейла за счет множества проектов и федеральных законов. Это и различные системы маркировки, которые уже у нас начали работать, и которые проходят в пилотном сейчас режиме. Это EGAIS, который уже вовсю работает. Это успешно, в принципе, прошедший проект по маркировке шуб. Следующий, значит, проект, который уже сейчас идет в пилотном тестировании, это маркировка лекарств у нас. И я знаю просто, что еще множество других групп товаров важных, они сейчас уже за, скажем так, ждут своей очереди. Плюс мы не будем забывать, что очень серьезная работа была проведена по 54-му закону. Это касалось фактически всего ритейла, всей сферы. Серьезная переделка по изменению правил торговли. И, естественно, как бы эти все процессы напрямую касаются нашей компании, потому что, в принципе, именно в этих направлениях все годы наши, которые мы работали, мы всегда клиентов и, скажем так, сподвигали двигаться еще до введения этих законов, а сейчас эта работа просто значительно ускорилась. То есть вопросы маркировки, в том числе буквально по штучной, с отслеживанием штучек. И здесь очень важно компаниям, которым теперь это во многом надо делать в обязательном порядке, им очень важно не потерять продуктивность. Самое важное — это повышение продуктивности. Естественно, как минимум не потерять, а лучше ускорить. Именно тут наши мобильные решения мы предлагаем участникам рынка и успешно предлагаем. То есть когда все эти процессы по контролю, там, единицы товара происходят мобильно прямо на складе или где-то в полях, скажем так, даже. Потом технологии RFID, темой которой мы тоже занимаемся, пусть там не 10 лет, но последние 5-7 лет точно. И сейчас она тоже набирает популярность, в том числе и благодаря шубному проекту. Что еще можно отметить? Ну вот, как я сказал, кассовый проект, 54-й закон. Эта тема была для нас немного новая, потому что до этого мы напрямую с кассовой техникой не работали. Но так как появилась, согласно закону, потребность в мобильных кассовых решениях, потому что, например, все службы курьерской доставки теперь обязаны пробивать чеки непосредственно при покупателе. Они не имеют права привозить чек с собой, за редкими исключениями. То есть есть моменты, когда они могут это делать, когда вы оплачиваете онлайн, например, на сайте. Но если вы расплачиваетесь с курьером, с курьерской доставкой любого магазина на месте наличностью, чек обязан быть пробит при вас. Естественно, в этой сфере мы работали и выпустили свои тоже решения для мобильной торговли, для мобильных курьеров. А если остановиться чуть-чуть на производительности, какие здесь интересные есть, ну опять же, тенденции, может быть, кейсы из вашей практики? Что сейчас сети делают, чтобы максимально повысить свою производительность? Тут надо понимать, что, конечно, ритейл – это очень большое понятие. Тут очень серьезные дни можно поделить по темам. Потому что, например, одежный ритейл, там одни тенденции, есть определенные вещи. Там очень многие сети сейчас стали интересоваться RFID-технологиями. Потому что, когда можно маркировать товар радиочастотными метками, это просто кардинальным образом упрощает процесс и приемки товара, и инвентаризации товара. Это позволяет реализовывать различные маркетинговые акции, схемы, вплоть до того, что некоторые приходят в сети даже с идеями строить какие-то маркетинговые стратегии на том, что клиенты берут из зала, относят в комнату, где они примеряют одежду, вплоть до того, что тут можно уже на радиочастотных метках отслеживать, какие вещи они берут и предлагать им, например, похожие какие-то вещи. То есть тут много раз стратегии. Ну и, конечно, RFID дает существенную просто прибавку именно в процессах приемки, инвентаризации, отгрузки товара. Это если говорить о одежном, например, ритейле. Опять же, последнее время, год-два, наверное, мы давно занимались темой мобильной переоценки. То есть тот вопрос, который нас всех интересует. Мы приходим в магазин и видим, что висят ценники, но ценник не совпадает, потому что для крупных сетей это очень тяжелая работа. Буквально цены меняются, если не ежедневно, то еженедельно. Есть всякие акции маркетинговые, скидки и прочее. И постоянная смена ценников – это очень серьезная нагрузка на персонал магазина. И мы уже давно предлагаем решение по мобильной переоценке, но вот последнее время прямо интерес существенно повысился, потому что, очевидно, сети ищут в этом оптимизацию, вплоть до того, что требует даже зачастую каких-то невыполнимых условий. Например, чтобы на печать, на получение актуальной цены и перепечатывание ценников уходило меньше, чем полсекунды. Понятно, что все мечтают, чтобы как пулемет мог сотрудник магазина переклеивать ценники. Ну, конечно, объективно, такие невозможные вещи, но именно тут еще тоже продуктивность. Когда работник магазина может подойти к ценнику с мобильным устройством, отсканировать штрих-код, и тут же ему устройство сказало, что, например, ценник верный или ценник неверный, и на мобильном принтере, который у него на поясе, тут же вылез новый ценник, и он его просто поменял. Это значительно экономит время, потому что сейчас большинство магазинов просто печатают листы А4 и потом ножницами буквально их там нарезают, и человек ходит, сверяет и расставляет. Именно от этого и появляются все вот эти вот проблемы, когда мы приходим, а ценник стоит не там, ценник стоит старый, его вообще поставили не к тому товару, потому что, ну, работник магазина, он тоже человек, и он тоже может ошибаться. Не всегда тут надо искать какой-то подвох. Вот, это очень тоже тяжелая работа, и это вот одна из вещей, которую сейчас часто спрашивают. Ну и, конечно, тот же Egoist. Для продуктовых магазинов Egoist очень существенный вклад внес в автоматизацию, потому что даже там, где его там не было, да, никакой автоматизации, ей приходится появляться, потому что контроль алкоголя, если магазин торгует алкоголем, благодаря этой системе стал очень серьезным, и магазин, можно сказать, головой своей отвечает штрафами и лицензиями за то, что он продает. Поэтому ему приходится контролировать чуть ли не каждую бутылочку. Спасибо. И как раз, Коль, мы заговорили, что Egoist внес огромный вклад в автоматизацию, и возвращаясь к тому, с чего вы начали, что есть большая тенденция маркировки всего, всех товаров, и потихоньку вводятся все новые категории группы. На ваш взгляд, как вообще это, какое влияние это окажет на ритейл и на игроков? Ну, как я уже сказал, у нас государство всерьез взялось, скажем так, за упорядочивание этих процессов, да. Фактически мы тут, ну, если не впереди планеты всей, то там на первых рубежах идем именно по введению систем маркировки, буквально чуть ли не поштучной, во многих категориях товарах поштучной. Как в свое время, вот если так вспомнить, такая крупная сеть Walmart, да, американская, она в свое время сделала просто существенный рывок, в том числе и в IT-индустрии американской, заставив всех своих поставщиков маркировать товар штрих-кодами, причем с очень жесткими требованиями и с огромными штрафами за буквально минимальные ошибки, там, штрих-код не читался на жвачке от поставщика, могли отказаться буквально после одной непрочитанной пачки, там, на 100 тысяч товара. Также и здесь система эти маркировки существенно повышают требования к качеству работы ритейла в этих вопросах и в контролируемости. Это, естественно, найти инфраструктуру компаний сильно, скажем так, сказывается. Вот. И тут вот, да, очень важно не потерять продуктивность компаниям. И наша компания, в том числе, активно работает именно, чтобы сотрудники могли мобильно выполнять весь этот контроль, потому что вот уже промаркировали в стране алкоголь, уже промаркировали шубы, сейчас идет пилот по лекарствам, дальше будут пилоты по обуви, я вот уверен абсолютно, по золоту, то есть те категории товаров, которые и очень многие из них буквально поштучная маркировка, то есть если шубы, это поштучно, алкоголь пока не поштучно, но уже в добровольном порядке скоро будет, можно поштучно отслеживать каждую бутылку через эту систему государственную. Опять же, если вспомнить, есть такая система Меркурий, да, ветеринарная для мяса там, то есть там тоже она совершает виток за витком, и они тоже стремятся к тому, чтобы буквально мы могли в магазине там от пачки фарша узнать происхождение, всю историю, всю цепочку, как это какое-то мясо прошло. Это, естественно, очень серьезно сказывается, вот, потому что в большинстве компаний и вот до начала того же эгоиста, инфраструктура, учетные системы, они банально не готовы. Многие магазины маленькие и сейчас ведут учет буквально в тетрадочках, там, в Excel-чике или в тетрадочке записывают продажи, покупки, поставки, да, в клеточку. В этом плане, конечно, наша компания вот все эти годы старается, да, выпускать решения, в том числе вот там для магазинов и сейчас для этой помарочной там маркировки, поштучного контроля и для шуб решения, для того, чтобы ритейлу, нашим клиентам упростить жизнь и упростить переход на более качественную систему учета, скажем так. То есть это все изменит отрасль, но изменит к лучшему? Оно, ну, оно, безусловно, меняет к лучшему, оно нормализует процесс, оно нормализует и для магазинов, потому что, ну, какой, скажем так, владелец магазина хочет, если он честно работает, да, какой ему интерес продавать банально тот же паленый алкоголь, да, для него эта система, да, она накладывает дополнительные обязательства, она накладывает дополнительные затраты, но зато она позволяет ему быть уверенным, что там к нему не придут, скажем так, что он не нарушает закон, если даже в таких терминах говорить, да, вот. Для многих категорий, ну вот, например, по лекарствам, по тем же, мы вот сейчас общаемся, так как проект в пилоте, мы общаемся со многим, там выбрали маркировку обычную, скажем так, на штрих-кодах, а не на RFID, как в шубах, посчитав, что это может удорожить лекарство, но, например, очень многие участники рынка сами говорят, что возможно это как бы и зря, то есть государство, с одной стороны, вроде как для компании сделало поблажку и не стало вводить более дорогое RFID чипирование, да, но часть участников, с которыми мы общаемся, прямо говорят, что возможно, если бы ввели RFID, да, мы пошли бы на дополнительные траты, но зато мы бы сразу совершили более качественный скачок, нам пришлось бы его совершить, и это бы улучшило наши там процессы другие, мы могли бы там RFID с читыванием принимать гораздо быстрее товар, отгружать товар, инвентаризацию проводить, потому что зачастую, если хорошее, скажем так, начинание из-под палки, да, оно от этого хорошим не перестает быть, вот, то есть большинство качественных, скажем так, честных участников рынка вполне положительно относятся ко всем этим системам, они понимают, что это исключительно качественно меняет рынок, и улучшает, скажем так, ритейл в целом.